На связи со студией Иван Ступак, военноэксперт Украинского института будущего. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Судя, привет. Иван, вот Генштаб сообщает, что оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Сегодня, кстати, уже, мне кажется, 6 месяцев, да, вот как они не оставляют этих попыток. Путин ставил очередную задачу своим военным захватить город 1 января. Это уже была, как называли эксперты, 6 или 7 дата, которые должны были овладеть этим населенным пунктом. По-вашему, какую новую дату могут назвать? Это ведь главное, захватить город к дате и не жалеть для этого людей. Вы знаете, я уже даже оцениваю, им важно взять город. Тут уже дата, это, знаете, это как промежуточный момент. Дата. То есть стоит, надо взять. Они готовы оттягивать, там ставить новую дату, еще дату. Но нужно взять, они обещают, ссылаются на какие-то трудности, проблемы со снабжением. Например, это раз, это со своей стороны. С украинской стороны опять украфашисты бандеров и что-то там приготовили, не дают. Украине российским военным наступать. То есть всегда есть какое-то оправдание. Каждый раз они говорят, шеф, мы справимся, мы там все сделаем, все будет хорошо. Мы видим, как банда ЧВК Пригожина. Они просто вот рвут и мечут, лютуют. Им просто необходимо показывать результат. Потому что действительно, вот именно от Бахмута зависит будущее. Без преувеличения самого Пригожина. Если он не справится своей задачей, то, а зачем он нужен? То есть он показывал свою необходимость. Он артикулировал. Дайте мне людей, дайте мне ресурс, и я все сделаю. Ему дали людей, ему дали ресурс. Но он ничего не сделал. Ну вот интересное оправдание Пригожина, да? Почему его Вагнер до сих пор не захватил Бахмут? Ну, где в ВСУ создали полтысячи рубежей обороны буквально в каждом доме. Ну, то есть по его логике, когда они наступают, то никто не должен обороняться? Что это за такие оправдания вообще? Привык Сирии, например, где его головорезам не могли дать достойный ответ. А здесь, когда в сутки гибнет более ста бойцов, все ведь не так просто? Да, так и обратите внимание, что сейчас, в последнее время, вот такое вот обоснование стало для российской армии очень обычным. Вот, например, позавчера, да, по-моему, вот эта вот резня в Макеевке, где более 600, ну, под 600 человек мобилизованных российских погибло, военных, то там, я видел в российском сегменте интернета, такая жалоба была, что украинцы вот так вот преступно, подло ударили ночью. Извините, пожалуйста, что ударили по оккупантам ночью и их убили в таком количестве. То есть, видите, начинаются жалобы вот подло, да, некрасиво, неправильно. Ох, какие они молодцы. А когда они подло ночью высылают ракеты для того, чтобы разбомбить мирные украинские города, вот это как раз геройство, да, вот по их... А наконец-то, вот это гуманитарная миссия. Мы очищаем вас, украинцы, мы вас чистим. То есть, это вот идет уже вот такая вот игра, где нет ни начала, ни конца, ни черного-белого, все переплелось. И они просто пытаются где-то на каждом этапе вывернуть ситуацию на свою сторону. Ну вот, кстати, вы уже упомянули об этом, как вы могли бы прокомментировать вот эти последствия, да, удара из Хаймарсова по встречению врага в Макеевке. Вот в стане врага они ищут виноватых, да, и перекладывают ответственность друг на друга. Ну вот сейчас у них, как вроде бы, даже мобилизованные виноваты, мол, пользовались мобильными телефонами. Мне кажется, тоже это настолько глупо. Да, 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 глупо. И вот буквально сразу же после этого прилета я видел сообщение о том, что российское ПВО перехватывает просто там ракеты Хаймарс, там десятых штук перехватило. Ну, я вам могу сказать так, вот это вот ПТУ в Макеевке, это было, вероятно, самым лучшим перехватчиком украинских Хаймарсов. То есть, неплохо они так схватили на себя. Да, то есть они перехватывают сосредоточениями техники, складами боеприпасов, казармами, да? Да, миллион процентов. И теперь вы правильно сказали, пошли разборки, кто виноват. И здесь у них два варианта. Либо теперь размещать людей, рассосредотачивать их по 5-10 человек в отдельных домах, да, в каких-то там постройках. Но тогда теряется дисциплина, тогда эти люди, я прошу прощения за выражение, ну, начинают просто бухать, да, они начинают там мародерствовать где-то по ближайшим домам, если есть там что-то. Водку пьянствовать и беспорядки нарушать, как это говорят российские. Да, 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 все это есть. А если этого не делают, то, да, они должны размещать это в поле, в палатках. Но тогда они начинают жить как старые. Вот там громкость, ну, то есть, это же мобилизованные, это не профессиональные военные, громкость себя ведут. То есть, они себя всячески выдают. И для наших военных они, ну, не то чтобы легкая добыча, но намного легче, чем профессиональные российские военные. А что сейчас происходит в запорожском направлении? Есть информация, что враг там сейчас не только строит оборонительные сооружения, но и накапливает силы и средства. Для чего? Да, есть такая ситуация. Есть накопление. Как один из вариантов, попробуем объяснить, это возможность, они пытаются предусмотреть или предугадать украинское наступление. И что же пытаются просчитать, где, вероятнее всего, будет наступление. Вот они сосредотачивают в Запорожской области, на востоке они стараются давить, а вот на Запорожском и Херсонском направлениях стараются больше пока обороняться в надежде переждать зиму, создать какие-то новые укрепрайоны, создать новые подразделения и по весне, как мы с вами тоже говорили об этом, начать новое наступление. Центр национального сопротивления, кстати, предупреждает, что на территориях временно захваченного россиянами Юга Украины враг планирует мобилизацию граждан, попавших в оккупацию. Но прежде всего тех, кто сделал глупость и получил паспорт страны-оккупанта. Вот что делать таким людям в этой ситуации, как вы считаете? Да, это действительно попадало. Люди хотели спрятаться за российским паспортом, но это было прогнозируемо. Мы еще потом летом говорили, что все, кто возьмут паспорта Российской Федерации, все придут воевать с Украиной. Поэтому все, что ему предложить, это только этим людям найти в интернете чат-бот СБУ или генштаба, где есть, сдаться в плен. И там связаться с нашими военными и сдаться в плен. Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что этой зимой ситуация на фронте, скорее всего, коренным образом не изменится. Но как раз в это время же противник использует как оперативную паузу, правильно? И наша задача не дать им этой возможности. Конечно, обязательно. Пауза им интересует. Вот дня до месяца, до полугода, любая пауза для них – это самый лучший вариант развития событий. Передохнуть, перегруппироваться, наладить новую логистику, привезти технику, привезти боеприпасы, разместить новые склады подальше от линии развлечения фронта. И вот дальше двигаться. Так что вот Кирилл Буданов заявил, что в интервью, это было в интервью ABC News, что Крым – это территория Украины, и Украина может использовать любое оружие. Вчера вот вечером прошла информация о хлопках, да, в оккупированном Крыму, в районах аэропортов Симферополя, Севастополя. Об этом писали в телеграм-каналах, в том числе и местные жители, крымчане. Но, как мы знаем, оккупанты и сами-то гораздо устраивают себе на ровном месте фейерверки, так ведь? Ну, мы же не знаем, кто на самом деле это произвел, но любой хлопок на оккупированной территории Украины, если он произошел, наверное, в военном объекте, или объекте, который обеспечивает военное присутствие российской армии, то это глубоко, такая глубокая, великая прибыль, большая прибыль для украинских военных, для нашего наступления. То есть, чем больше российской военной техники будет уничтожено, чем больше вспомогательных, там, не знаю, бронетранспортеров-вспомогательных, каких-то тягачей, бензовозов будет уничтожено, тем сильнее будет буксовать российская армия, тем меньше будет наступления и тем лучше будет для нас. В одном из интерьев-фридом у спикера воздушных сил Юрий Игнат подчеркило, что Беларусь, вот, враг используют как плацдан для нападения на Киев. Сегодня тоже мы с ним говорили, и он говорил о том, что, ну, мы говорили с ним о том, что сухопутный бросок, если он все-таки возможен с территории Беларуси, то ему нужны и воздушные прикрытия. Как вы считаете, вот, есть какие-то данные о том, что враг концентрирует авиацию на территории нашей этой недружественной соседки, может быть, готовит аэродромы для этого? Есть ли у вас такая информация? Смотри, есть информация о том, что аэропорт в Лунинсах, это который граничит с Украиной, ближе к Ролинской области, он оттан в пользование Российской Федерации. Они его используют в своих целях. Вы правильно подчеркнули, что для наступления обязательно, ну, 100% необходима поддержка с воздуха. Если воздушной поддержки нет, то сухопутная операция, она просто тонет, она просто валится. Поэтому, ну, пока мы не видим формирования таких больших авиационных соединений. Да, есть сухопутные войска, они там тренируются, белорусские спецназы, российские мобилизированные, они тренируются, гоняют на платформах технику вдоль границы, даже не разоружая их с платформ, возвращают потом в исходное положение. Но по авиасоединениям пока такой информации нет. А без авиации наступать нет смысла, потому что тогда работает украинская авиация, она просто в винегрет размелит все наступающие сухопутные части. Ну, то есть это будет еще один маркер того, за которым очень важно следить? Обязательно. И самый ключевой маркер – это разгрузка снарядов на грунт. Если мы видим, что снаряды разгружаются в больших объемах на грунт, все, это значит, что они будут использоваться. Никто обратно загружать на платформу их не будет. Ну, пока мы этого не наблюдаем. У Руси осталось высокоточных ракет на 2-3 массовых налета на мирные украинские города. Называют разные цифры, понятно, что мы не можем знать точные. И они уже фактически залезли, можно сказать, в свой неприкосновенный запас в 30%. Вот тем не менее, по данным разведки, стараются выйти на производство двух десятков ракет высокоточных в месяц. О чем это говорит? Налеты будут продолжаться, но будет больше дронов, а ракеты будут собирать по несколько месяцев для массовых ударов? Обязательно. Налеты будут. Без исключения, без вариантов. Они будут. Я не соглашусь с этой оценкой в 2-3 массовых налета. Мы, по-моему, эту цифру слышали уже с начала декабря месяца. 2-3. Ну, их уже было столько много, что мы разбились со счета. Либо это были массовые, либо не очень массовые налеты. Но они есть, и они будут. Поэтому ракеты производят. Ну, не в том количестве, каком бы они хотели, действительно. Будут комбинировать удары, дроны, шахеты, разной модификации. Есть даже информация, что Россия пытается даже еще собирать у себя на своей территории вот эти вот дроны по иранской лицензии. Ну, условно лицензии. Но пока и такой достоверной информации нет. То есть будут проложать краткость до конца холодов. 100% это будет проложать. Вчера в своем обращении президент акцентировал, что Россия может долгое время использовать иранские дроны для истощения украинской ПВО и энергосистемы, собственно. А есть ли понимание, сколько у них все-таки этих дронов? Вот говорили о второй поставке, да? Или эти поставки идут постоянно и не прекращаются? В смысле, есть информация, что они идут, нету сказать, насколько эти поставки оптовые, да, там, что за два раза привезли или за 10 поставок. Но была информация, что они привозят Астрахань через морской маршрут или с авиатранспортом через над Каспийским морем. Это раз. Второе, запускаются эти беспилотники с парковочных площадок, таких больших, широких, или с футбольных полей. Но сейчас я знаю, что работают совместно наши западные друзья, коллеги с нашими тоже силовыми камнями по выявлению мест массовых запусков, ну, чтобы можно было сразу пресекать их на месте старта, потому что если сбивать по одному, это очень долго, очень затратно, а вот сбивать в местах взлета, это очень здорово. Подводя итоги этого прошлого, самого непростого в истории Украины года, Украины года, вот премьер-министр Денис Мегаль заявил, что украинская экономика адаптировалась к условиям военного времени и готова к новым вызовам. Но ведь это совсем не то, чего добивался враг, правда? Конечно, конечно, враг рассчитывал, что в течение месяца-двух украинская экономика полностью ляжет, даже не ляжет, полностью исчезнет на поддержку западных стран. Россия не рассчитывала, они считали, что украинские уничтожат промышленную еду Украины, это вот Мариуполь, Юго-Восток, его не будет, не будет денег, не будет зарплат, не будет пенсии, все автоматически просто посыпется. Но благодаря действительно большой поддержке наших западных друзей, Украина находится, скажем так, на аппарате искусственной вентиляции легкий, да, такая капельница серьезная у нас подключена. То есть мы получаем все необходимое для того, чтобы не упасть. И когда война закончится, у нас будет люфт времени, чтобы поддержать свою экономику, подтянуть ее и постепенно потом отказываться от западной помощи. Иван, комментируя последний массовый обстрел Украины, в нашем эфире спикер воздушных сил говорил, что огонь ПВО велся настолько интенсивно, вот в новогоднюю ночь, да, что расчеты едва успевали перезаряжать НАСАМСу. Это прямая речь, он сказал, как из артиллерии ими лупили. Мне кажется, что после победы иностранным спецам нужно будет приезжать в Украину и перенимать опыт боевого применения систем ПВО, их ПВО, кстати. Это еще вот патриоты не сказали свое слово в нашем небе, так ведь? Да, все верно, а я вам еще больше скажу, я когда-то по вашему эфире говорил, когда война закончится, то многие мировые, не европейские даже, а мировые правительства, например, Курсуевская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, где есть деньги, они будут вербовать или просить или покупать, ну, как угодно можно сформулировать, подписывать наших военных, призывать их к нашему военных, создать серьезную армию, боеспособные подразделения, которые могут ввести современные боевые действия в условиях, там, как мы там, что у нас военных, которые могут ввести боевые действия, как противоцентральность в условиях, а противоцентрально, то есть масса моментов, которыми наши военные могут научить, и получается это, скажу так, зарплату не хуже, не меньше, чем у такого хорошего, качественного и очень известного футболиста, топовой команды, которая, как часто, понимаете, подписывают, а арабские страны себе выписывают, платят им большую зарплату, и они тренируют их механизм, это сборное. Я думаю, наши военные будут также востребованы и пойдут на расходы. В Генштабе подсчитали, что оккупанты уже потеряли в Украине больше оружия и техники, чем их группировка имела на момент торжения. Об этом сообщил агентство Украинформ, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов. Вот вам, как военному эксперту, о чем говорит такая статистика, вот те, кто планирует у россиян операции, они ведь понимают, что это очень плохой звоночек. Это очень плохой звоночек, но смотрите, они же не назвали эту войну войной, они назвали операцией, это просто отсыл к тому, кто планировал эту всю историю. Ее планировали люди, не военные, ее планировали чекисты, ФСБшники, все, кто находится во власти в России, потому что операция – это сугубо термин специальных служб. Он может, операция может длиться день, два, три, неделю, месяц, но она не может длиться месяцами или годами более. Поэтому это было все рассчитано в короткую очень сильную. То есть короткая, короткая, маленькая победоносная операция, и все. Но она вышла из-под контроля, стала действительно полномасштабная настоящая война, к которой никто не готовился, и у россиян не было плана ни Б, ни Ц, ни еще какого-либо другого. Был просто один, зашли в Киев, все испугались, Зеленский испугался, все убежали, и на этом все закончилось. Как вы считаете, матерные выпады, совершенно безнаказанные в сторону того же генерала Герасимова, это как можно расценить? Неужели Пригожин метит на главу генштаба? Сегодня это у них, наверное, самая плохая должность, на которую можно было бы метить. И когда понимаешь, к чему идет, знаете, с умным видом продолжаешь что-то планировать, рисовать на картах стрелочки. Или я ошибаюсь? Ну вот само неуважение от фактически полууголовных элементов, так или иначе, к офицерам. Уголовники, как всегда, социально ближе к власти у них? Ну смотрите, здесь сейчас власть пытается использовать любой ресурс, который, как им кажется, может привести к победе. Кремль считает, были военные сначала, да, с фсбшниками, теперь Пригожин, вроде как им кажется, такой волшебной палочкой-выручалочкой. И почему появляется вот эта вот действительно матерная, правильно сказали, критика, просто не прикрыта. Это же не слухи, это просто видеоопрощение каких-то ЧВКшников, которые поддерживает сам Пригожин. Это говорит о том, что система российской власти разбалансирована. Нет балансира. Представьте себе, ножницы, у которых есть балансир, это маленький гвоздик. Путин, это тот маленький гвоздик, который до последнего времени все сбалансировал. Теперь он не вступается, он не осаживает вот этого взорвавшегося Пригожина. Например, Женя, что ты себе позволяешь? Он быстро прекратил. То есть, каким-то образом даже поощряется такое поведение. И Пригожин чувствует свою безнаказанность, чувствует свою востребованность в Кремле. Он продолжает и позволяет себе делать дальнейшие выпады. А российские военные платят ему той же монеты. Чем больше выпадов в адрес Министерства обороны, тем хуже идет снабжение ЧВК Вагнера. Спасибо вам большое за вашу экспертную оценку. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в нашем эфире. Спасибо вам.